В Колпашевском районе продолжается призывная кампания. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией военные комиссариаты ведут работу по призыву новобранцев в ряды армии с 1 октября по 31 декабря. Из нашего района на сборный пункт уже отправились около 50 человек, рассказал колпашевский военный комиссар Николай Хайрулин. Из них 19 новобранцев уже несут службу в вооруженных силах. Перемещение призывников осуществляется согласно необходимым санитарным нормам. Основная часть из новобранцев прошла вакцинацию от коронавируса, имеют соответствующие медицинские справки и QR-коды. До Томска и Предтечинска призывники доставляются на отдельных автобусах. По прибытии в сборный пункт в Предтечинске прибывшие проходят термометрию, сдают экспресс-тест на COVID, после этого направляются на комиссию и проходят дальнейшие необходимые процедуры. Основная часть призывников отправилась служить в Центральный военный округ. Также колпашевцы служат на Дальнем Востоке и в Западном военном округе. Новобранцы пополнили ряды сухопутных войск, а также ракетных войск стратегического назначения. Большинство призывников уже имеют образование среднепрофессиональное или высшее. Кроме того, колпашевцы пользуются правом служить по контракту. В этом году восемь жителей района изъявили желание пойти на службу в армию на контракт на основе вместо военной службы по призыву. В прошлом году 12 человек заключили контракт с Министерством обороны нанесения службы в рядах российской армии. Пандемию внесла коррективы в работу колпашевского военкомата и в части подготовки колпашевских выпускников к поступлению в военные высшие учебные заведения, подчеркнул военный комиссар колпашевского района Николай Хайрулин. Эта работа у нас налажена, но в связи с тем, что у нас сейчас ограничения по ковиду, не во всех школах мы можем присутствовать лично, дабы донести всю информацию. Но мы стараемся вся, что у нас информация есть, доносить через классных руководителей. Ну и уже как бы используем новые технологии, это Zoom для общения с учениками, посредством того, чтобы с преподавателем договариваемся, в какое время мы можем выйти, переговорить, рассказать о тех или иных военных училиях, чтобы ребята могли выбрать те экзамены, которые они будут сдавать, а по военным училищам они должны знать, какие экзамены нужны для того, чтобы туда поступить. По количеству кандидатов у нас жесткого ограничения нету, то есть мы можем рассмотреть хоть всех желающих. В настоящее время пять человек из Колпашевского района написали заявление о поступлении в военные учебные заведения. Им предстоит пройти соответствующую медицинскую комиссию в Колпашевском военкомате, затем в областном, а после другие необходимые для поступления процедуры. Добавим, последняя отправка призывников из Колпашева состоялась 13 декабря. В общей сложности из района служить отправились около 70 призывников. Окончательные итоги военкомат подведет 31 декабря.